Так, друзья, мы продолжаем. Меня зовут Екатерина Вяхи, я исполнительный директор Института биоинформатики. И сейчас я вам расскажу про программы и мероприятия, которые сейчас актуальны у нас в Институте. И набор на которые проходит в том числе сейчас. У меня по таймингу было 15 минут, и мы чуть-чуть заняли времени. Я постараюсь уложиться. Возможно, пропущу что-то, но эта презентация и презентация Юры также будет доступна, как и видеозапись лекции и выступления, поэтому вы сможете вернуться, и, например, в презентации будут ссылки, перейти по ним, чтобы узнать подробности. Так, магия. Вот, магия сработала. Так, я же сказала, что расскажу про Институт и мероприятия. И я думаю, что вы, придя сюда, знаете, что такое Институт биоинформатики и в целом немножко представляете себе, чем мы занимаемся. Формально Институт появился в 2013 году, но уже с 2010 года мы проводим образовательные курсы и программы по биоинформатике, которые потом выросли в 2013 году в целый Институт. В основном мы ориентированы на информатиков, математиков, биологов, да, и немного медиков к нам приходят, которые очень загружены. И есть также смежность биоинформатикой специальностей, биофизики, биотехнологии, но основной ориентир нашей программы на перечисленных людей. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Также Юра, например, упоминал онлайн-курс про секвенирование. У нас есть ряд онлайн-курсов, и подробнее я про них скажу позже. И с этого года у нас поступает много вопросов. Мы действительно открываем филиал Института биоинформатики в Москве. Все постоянно шутили, что Институт биоинформатики, вы наверняка в Москве. И даже один раз к нам приехали на Кантемировскую улицу в Москве. Поэтому мы решили, что это знак, и нужно открываться в Москве. Но основной Институт биоинформатики будет продолжать находиться в Санкт-Петербурге. Вы об этом теперь точно знаете, потому что я думаю, дальше все будут шутить, что это какой-то филиал в Петербурге, а вот настоящий Институт биоинформатики в Москве. Филиал будет на Кантемировской? Нет, нет, не на Кантемировской. У нас порядка 600 человек ежегодно участвуют в мероприятиях Института, и около 400 тысяч человек слушают наши онлайн-курсы. А также Юра представлял научное подразделение, которое у нас тоже есть. Про программы. Наверное, самая интересная часть, по которой вы к нам сюда пришли. Юра уже просил вас поднять руки, получилось где-то пополам биологов и информатиков. У нас из основных программ, флагманских программ очных Института биоинформатики есть две. Это биоинформатика для биологов. Из названия понятно, для кого она. И алгоритмическая биоинформатика — это как раз для технических специалистов. Здесь перечислено несколько курсов, которые проходят студенты на программах. Как вы видите, они немного пересекаются. Это может быть история в двух направлениях. Первое — это разные форматы разных курсов. То есть у биологов это вводная статистика, вводный анализ данных и более хардкорные темы, посвященные алгоритмам и программированию у информатиков. Очень хардкорное машинное обучение, например. Также у нас две программы встречаются и на общих курсах. То есть, например, на практикуме по биоинформатике ребята работают в командах информатики и биологи вместе над мини-проектами. Про программы. Программы длится год или полтора, занятия по субботам и вечерам. Почему год или полтора? Раньше программа длилась год, и с этого года мы решили экспериментально сделать программу длительностью полтора года, чтобы суметь, во-первых, вместить все интересные курсы, которые мы хотим. Потому что мы уже вышли за пределы того, что можно послушать до поступления в Институт биоинформатики. И в субботу вечера и все остальные дни недели на домашние задания. А также есть очень много контента и курсов, которые хочется дать студентам на выбор. Поэтому с этого года у нас программа длится полтора. Если учиться очень хорошо, то, в принципе, можно закончить ее за год. Минимум два научных проекта и конкурсная летняя стажировка проходят у студентов. И с этого года мы также выдаем дипломы о профессиональной переподготовке. Если вы еще студенты, только получаете свое первое образование, вы получаете сертификат, и потом, когда получите свой первый диплом, получите диплом о профессиональной переподготовке. И просто для иллюстрации каких-то цифр, чтобы понимать масштаб, что у нас там не сотни кафедр, а у нас каждый год учатся где-то 40 студентов, и сейчас порядка 140 выпускников Института биоинформатики. По этой ссылке можно будет узнать поподробнее про нашу программу, она кликабельно будет в слайдах. Про научные проекты я упоминала. Это важная часть обучения в Институте под руководством уже состоявшихся ученых, специалистов из лаборатории и компании не только в России. Реальные научные задачи. И также студенты работают как индивидуально, так и в командах. Мы стараемся создавать условия близкие к реальным, когда вам нужно учиться общаться с людьми из других специальностей. То есть биоинформатика — это наука на стыке, на стыке наук, и это необходимый навык. Описание и презентации проектов мы выкладываем на сайте, можно зайти и посмотреть. У нас сейчас, к сожалению, нет времени, чтобы я рассказала даже про несколько наших проектов, но можно почитать тезисы и много где код и составить представление о том, какими же задачами можно заниматься за это время обучения в Институте. И теперь про поступление. У нас немножко отличается схема поступления для биологов и информатиков, но принципиально она схожа. До 15 апреля нужно пройти онлайн-курс для биологов по Linux, Python и ARU и заполнить анкету, а потом ждать результатов конкурса анкеты. Это первого этапа отбора в Институте биоинформатики. Потом до 30 апреля мы ответим всем итоги по конкурсу анкет, и до 30 июня организуем собеседование для тех, кто его успешно прошел. У нас собеседование. Собеседование длится полтора часа. Один час дается на письменные ответы на вопросы по биологии и генетике и на прочтение статьи на английском языке. И полчаса на общение с комиссией по итогам ответов на вопросы и про статью общения на русском языке. И да, вот здесь вершина, достигнутая вершина символизирует биолога, который успешно, типичный биолога, который успешно прошел онлайн-курсы по программированию, и для него открылся чудесный, дивный мир программирования. А, тут другая картинка про поступление информатиков. Она символизирует очень захватывающий мир биологии, открывающийся информатику, но он не всегда логичный, поэтому тут погружение. Информатики. Что нужно сделать для поступления? Это также до 15 апреля, но сначала заполнить анкету. В ответ на нее придет приглашение на онлайн-курс по биологии, мотанализу и решение задач в онлайн-задачнике «Розалент». После этого мы начнем рассматривать вашу анкету, ответим также до 30 апреля и пригласим успешных ребят на собеседование. На собеседование также полтора часа. Час на решение задач по математике, программированию, алгоритмам и полчаса на общение с комиссией по итогам решения этих задач. Я еще не сказала в разделе про биологов, но это актуально для информатиков. Мы в целом получаем много писем про то, что не дошло приглашение на курс. Тут, ну, во-первых, обязательно пишите нам, если вы не получили приглашение, но перед этим проверяйте папку «Спам», «Промоакции», «Оповещение», добавьте нас в адресную книгу, проверьте на степике, что вы ждете письмо на тот адрес, в котором вы там зарегистрировались, и в целом поставили галочку «Получать уведомление». Но обязательно пишите нам, если ничего не придет. Да, и про информатиков важно сказать, что мы в целом ожидаем от информатиков, что они уже умеют программировать на одном из современных языков программирования. И если вы ощущаете, что эти навыки недостаточны, то как раз перед поступлением в институт их желательно прокачать побольше, ну, например, на онлайн-курсах в Computer Science Center, которых также наши партнеры. Так, про программы в Москве. Это, скорее всего, вам не настолько актуально, но актуально людям, которые слушают нас по трансляции. Я буквально быстро скажу про то, что же все-таки происходит. Во-первых, да, мы открываем офисы программы института в Москве. При поддержке компании JetBrains в офисе, в которой мы находимся, и которые поддерживают все наши образовательные инициативы. В этом году будет первый тестовый набор на обе программы, про которые я рассказывала. Схема будет такая же, онлайн-курс, анкета, собеседование, но будут другие дедлайны, потому что набор начинается позже. Начало будет осенью, возможно, там не 1 сентября, но осенью. И мы объявим все детали в конце апреля. Я понимаю, что сейчас не очень понятно, что есть онлайн-курс для Петербурга и анкета для Петербурга, будет онлайн-курс в Москве. В следующем году, если все пройдет хорошо, мы сделаем единую понятную систему, когда нужно будет в одни и те же даты регистрироваться на все города. Извините. Но в этом году система немножко не синхронизирована. Все те, кто из Москвы записался на курсы в Петербурге, все решения мы перезачтем. То есть не нужно будет ничего решать дополнительно, если вы уже решили. И в целом опишем, как пройти этот процесс наиболее безболезненно. И про мероприятия. В этом году будет проходить уже седьмая летняя школа по биоинформатике. В конце июля она будет проходить в Москве в МФТИ. Посвящена биоинформатике в исследованиях рака и старения. Но в целом не только этим темам. То есть если вы интересуетесь биоинформатикой в широком смысле и не знаете ничего про биоинформатику в исследованиях развития и старения, вы тоже подавайте заявки. В прошлом году был конкурс около пяти человек на место. Также на школе у нас два потока. Это биологи, медики, информатики и математики, которые встречаются как на совместных, так и на отдельных лекциях. В практиках, в командных проектах. И представляют доклады на конференции, если уже начали немного заниматься биоинформатикой. И про конкурсный отбор на школу. Хочу отметить, да, что анкету нужно подать до 1 мая. Также пройти вводный онлайн-курс. И мы рассматриваем только анкеты тех, кто прошел онлайн-курс. На кого ориентирована школа и вообще на что мы смотрим, когда отбираем счастливые 100 человек. Во-первых, это начальный уровень знаний в биоинформатике. И это в основном студенты, недавние выпускники, начинающие аспиранты. То есть те, кто только начинает свой путь. Если у вас есть какой-то конкретный запрос, то есть вы уже начали заниматься биоинформатикой, хотите только какие-то узкие темы, это, скорее всего, не про летнюю школу, а про, например, интенсивы, которые мы проводим там под 3 дня и планируем проводить дальше интенсивно про какую-то биоинформатическую тему. Мы смотрим на успеваемость, участие в учебных и научных проектах, ну и, конечно, мотивацию и дальнейшие планы, как все эти знания вы планируете применять и как вы нам про это рассказываете в заявке. И про онлайн. Онлайн-курсы. У нас есть на платформе Stepik сейчас 19 открытых онлайн-курсов по разным темам. Тут тоже есть ссылка. И 15 апреля запускается долгожданный 20-й курс, про который мы получали очень много писем и сообщений в соцсетях от наших неизвестных поклонников. И, скорее, поклонников Анатолия Карпова, который запускает все-таки курс по введению в машинное обучение. Он будет доступен 15 апреля. Мы сами очень ждем всей командой, поэтому не пропустите. Сейчас у нас выдано более 57 тысяч сертификатов на всех курсах Института биоинформатики. И помимо курсов в феврале проходила третья онлайн-олимпиада по биоинформатике международной. До этого было еще две. Вместе с командой ребят из ИТМО. Международное соревнование решения биоинформатических задач с помощью программирования. Очень интересно. Задачи остались открытыми. Участвовать в конкурсе уже нельзя, но можно зайти и порешать, что же было в прошедшие годы. И также есть такой пункт экспериментальные онлайн-программы. Мы запускали несколько онлайн-программ, и сейчас они приостановлены. В целом мы планируем развивать наши онлайн-курсы в какое-то онлайн-направление более серьезное. Ну, там не онлайн-аналог Институт биоинформатики, но что-то похожее. Пока подробно про это рассказывать не буду и пока нет деталей, но в целом мы работаем над тем, чтобы экспериментальные программы стали реальными и постоянными. Да, вот здесь можно увидеть иконки наших онлайн-курсов. Как-то стало много в темных фиолетовых курсах. Видимо, это наше погружение в знания. И что еще у нас есть? Буквально по верхам. Есть совместно с университетом ИТМО магистрская программа на английском языке по биоинформатике и системной биологии. На нее сейчас идет набор конкурс-портфолио до 31 мая. Открытые лекции проходят здесь несколько раз в семестр. Для всех желающих по разным вопросам биоинформатики выступают наши выпускники и коллабораторы. Также есть библиотека лекций на канале YouTube. Не только тех открытых, которые проходят здесь, но, например, и тех же, которые мы записываем на летней, на всех летних школах. И там с 2013 года можно посмотреть историю улучшения качества видеозаписи лекций Института биоинформатики. Там очень много интересного. Если не заходили, обязательно посмотрите. И у нас есть хакатон по биоинформатике, уже тоже ежегодный, который мы делаем совместно с компанией PAM. И интенсивы, выездные интенсивы и так далее. На этом на самом деле все. Здесь немножко наших социальных сетей. Там тоже в слайдах будут кликабельные ссылки. Мы в них рассказываем не только про мероприятия Института биоинформатики, но и про разные конференции и события в биоинформатике в целом, например, в Facebook и в ВКонтакте. Можно смотреть и узнавать больше про то, что же происходит по разным темам. А теперь спасибо большое за внимание. На этом я свою презентацию заканчиваю. И я думаю, что сейчас мы перейдем к небольшой части про наших выпускников. У нас есть сегодня, я насколько знаю, трое выпускников. А вот один самый активный выпускник, который расскажет несколько слов о своем впечатлении об учебе в институте. Потом мы перейдем к секции вопросов и ответов, где можно будет все спросить. Итак, я сейчас хочу представить Антона Шикова, нашего выпускника, который сейчас возьмет у меня петличку и расскажет про свои впечатления честно и открыто. Меня уже представили. Всем привет. Меня зовут Антон. Я закончил студию информатики в прошлом году, и я немножко расскажу о своих впечатлениях от этого места. Ну, небольшой спойлер. Институт биоинформатики это просто замечательное место, которое подавило море великолепных впечатлений. Ну, я расскажу о своих личных впечатлениях. Ну, для начала стоит сказать, что, вообще-то говоря, попало сюда, можно сказать, почти что случайно, потому что я хотел просто освоить некоторые методы по анализу данных для своего диплома. И к биоинформатике изначально относился несколько скептически. Но за время обучения в институте биоинформатики мои взгляды просто кардинально поменялись. Я стал практически все свое время заниматься биоинформатикой, в том числе в составе научной группы в Институте биоинформатики, о чем немножко сказал Юра. Я немножко скажу о том, что лично для меня показалось наиболее важным во время обучения в Институте биоинформатики. Это три главных аспекта. Первый аспект — это необходимость самообразования и личная вовлеченность в получении биоинформатических знаний. Потому что, конечно же, многое рассказывают на занятиях, но для того, чтобы освоить это самостоятельно, нужно просто проникнуться биоинформатикой и, не знаю, бессонными ночами заниматься дебаггингом своего кода. И тем самым вы сможете развить в себе алгоритмическое мышление и по-настоящему полюбить биоинформатику. Второе, ну оно может быть немножко косвенно имеет отношение к непосредственно обучению в Институте биоинформатики, но непосредственно с ним связано. Это хакатон биохак. Это просто великолепное мероприятие, когда вы можете за 48 часов решить реальную научную или практическую задачу. Ну и, в принципе, если вы проводите обучение в Институте биоинформатики, то у вас просто больше шансов стать участниками в этом мероприятии. Ну и третье, наверное, самое важное, это семестровые проекты, которые проходят в Институте биоинформатики. Каждый этот проект — это возможность поучаствовать в решении какой-то конкретной научной задачи и, мало того, задать целое направление в важных исследованиях. То есть, например, мой научный проект в итоге развился как раз-таки в мою научную работу и практически определил мои научные интересы сейчас. Ну и в целом, в общем-то, я могу сказать то, что если вы сейчас задумываетесь о том, поступать я сюда или нет, то не задумывайтесь, просто подавайте заявки, поступайте и становитесь биоинформатиками. За год обучения в этом замечательном месте это вполне реально. Спасибо. Я забыла предупредить про скорость речи, известную скорость речи нашего выпускника. Если у вас будут вопросы, я буду рад и готова не к обещанию. Это была не реклама. И следующее я хочу позвать Марию Черниговскую, и сейчас она возьмет у меня петличку. Что с ней делать? Держи вот это. Мария — выпускник нашего информатического направления. Всем привет. Не шевелится. В общем, я не могу говорить так же быстро, как Антон, к сожалению. И, видимо, про все прелести институт биоинформатики Антон уже рассказал. Мне рассказывать, в общем-то, нечего. Поэтому, наверное, я лучше отвечу на другой вопрос. Что же происходит с человеком, который закончит институт биоинформатики? Вначале расскажу немножко про себя. Я училась на матмехе. Там учат математиков и программистов. Потом, после того, как я закончила бакавриат, после четвертого курса я съездила в летнюю школу по биоинформатике. У меня также было много друзей, которые учились в ИБ, которые ездили на летнюю школу. Они сказали, что там здорово, вообще отлично нужно ехать. Я, конечно же, поехала. И после летней школы я решила, что интересненько, можно, в принципе, вписаться. Примерно так я попала в одну магистратуру, которой сейчас, к сожалению, нет. Но в рамках этой магистратуры мы посещали курсы институт биоинформатики. И, в принципе, да, я тоже выпускник института биоинформатики. Это было два года назад примерно. Что-то такое. Вот. Собственно, что же со мной случилось? Во время того, как я училась в судьбе информатики, я познакомилась с огромным количеством всяких разных интересных классных суперских людей. Некоторые из них были учеными. Вот. Некоторые из них были кураторами моих проектов. Собственно, я занималась во время обучения в судьбе информатики, я занималась двумя проектами. Первый был посвящен иммуноинформатике. Второй был посвящен метагеномике. Затем я решила, что мне эти направления очень интересны. И после того, как я закончила институт биоинформатики, я пошла на стажировку в эту лабораторию. И стажировалась в лаборатории своей мечты. Затем я писала диплом по одной из этих тем. Затем я пошла работать в ИТМО, в лабораторию. В общем, биоинформатическую лабораторию ИТМО. Сейчас я занимаюсь метаболическими путями, сетями. В общем, если вам интересно поговорить именно про науку, вы можете меня искать и спрашивать, чем я занималась с точки зрения науки. Ну, в общем, да, это очень реально, и это здорово. Вы можете пойти в ВБ, а потом вдруг взять и заняться наукой. Класс. У меня все. Прошу прощения перед всеми, кто слушает нас онлайн. Да, я забыла сказать в своей презентации, что если говорить про программу для информатиков, то мы в основном все-таки ориентируемся на исследовательское направление карьеры. Это не значит, что те, кто у нас учатся, работают исключительно в исследованиях, но в целом такой профиль человека, который приходит и который потом развивает свою карьеру, это скорее научный интерес. И сейчас я хочу позвать сюда Максима, также нашего выпускника. Всем привет. Я даже уже не знаю, ребята все рассказали, попытаюсь как-то поделиться своими впечатлениями. Мне посчастливилось быть как бы по две стороны этой большой истории. Во-первых, когда я пришел как начинающий биоинформатик, я осмелился сказать, что я биоинформатика-самоучка. И тут буквально через пару дней мне показали, что я ничего не знаю абсолютно. Я начал интенсивно заниматься, и в ближайшие несколько месяцев я ездил, всех просто программировал, то есть всем говорил, что биоинформатика-то классно, давай занимайтесь больше, больше, больше. И я очень много ругался, что у меня не получается Python, у меня не получается еще что-то, R, статистика, бесконечное количество проблем. Но бац, через пару месяцев я уже довольно активно программирую. Я уже, у нас было прекрасное задание, допустим, одно из характерных, это мы писали свой ассемблер для, ну, программы для сборки генома инопланетянина, у которого геном стоял из шести букв, вот, и спустя несколько месяцев я уже спорил с ребятами, как лучше написать программу, чтобы она собирала параллельно хорошо и линейные, и кольцевые хромосомы. Ну, в общем, в целом, как бы это была большая как бы нагрузка, но было, во-первых, как всегда спрашивают, сложно, но очень интересно и очень полезно. Буквально несколько месяцев дало мне большой, как бы, запал и работать дальше, разбираться в материалах, и, что наиболее важно, интересоваться и жаждать, понять, что ты делаешь, а не просто запускать вслепую программы, что обычно делается, и это очень плохо, это действительно какой-то грех. В этом году я уже вернусь как руководитель проекта, и мне посчастливо действительно поработать с двумя, одним математиком и одним программистом. Мы, действительно, предоставили довольно большой научный проект, часть его предоставили для работы студентов. Я много времени, конечно, с ними общался, но больше всего времени я еще писал всякие методички для них, как это, как бы, с точки зрения биологии, все это объяснить, что мы сейчас делаем. Вот, результаты получились довольно интересные, легко довольно интерпретируемые, и, что более важно, что буквально через месяц после нашей работы выходит статья, которая поддерживает практически все наши результаты. Наши данные еще круче и больше, мы пока что-то еще доделываем до конца, и потом, я надеюсь, когда-нибудь увидим сейчас публикацию, и, может быть, уже ребята когда-нибудь и будут рассказывать, что вот они принимали в этом участие. Что еще, наверное, сказать еще немного буквально о том, как это все в целом проходило, ну, в дальнейшем. То есть я, как бы, самых ранних еще своих лет обучения в университете, а я учусь в СПБГУ, уже аспирант, я очень любил мобильные объекты. То есть мышь, человек, для меня это какая-то большая проблема, мне скучно с ними работать, мне хочется что-нибудь разнообразия. Поэтому я пошел на биоразнообразие и пошел на залоги беспозвоночных. И как только я закончил, сразу же все свои накупленные знания я применил во всех разных областях, которые только можно было. Сейчас я занимаюсь сборкой генома протиста, одного-одного количественного животного, низкими интерскриптовыми проектами, регенерацию изучаем, регуляцию жизненного цикла, мобильные элементы, как руляет, некридющая РНК. Я также курирую один проект в УАНУДе, но это такое больше как бы мне писало данные, я смотрю, говорю, уж плохо или хорошо, отправляю обратно, но боюсь, что дальше будет еще лучше. Ну, как бы в целом так, это еще не пределы. Я думаю, что дальнейшие проекты будут еще более интересными, их будет еще больше. И я надеюсь, что вы поступите, во-первых, в институт биоинформатики, а во-вторых, когда-нибудь мы с вами встретимся и будем уже общаться как настоящие коллеги. Спасибо большое за внимание. И сейчас мы перейдем к, как я это сказала, сейчас пока у нас не открыт, там будет такая же система, как в Санкт-Петербурге, нужно будет заполнить анкету, пройти онлайн-курс до определенных дат и пройти собеседование. Пока у нас весь этот процесс не запущен, мы запустим его в конце апреля. И тогда же объявим все даты. То есть ориентировочно мы открываем набор в конце апреля, будет пара месяцев на то, чтобы пройти онлайн-курс и заполнить анкету, и потом будут собеседования летом, ближе к осени. Можно будет как-то сообщить о том, что это московский филиал? Там будет все прозрачно указано. То есть это будет форма, в которую вы записываетесь. Да, проблем не будет. В этом году немножко более сумбурно, чем будет в последующих, но в целом тоже не будет проблем. Там будет отмечено явно, что это Москва вас интересует. Еще вопросы? Вот в конце. Вопрос был про то, насколько выбор проектов в Институте биоинформатики зависит от личных предпочтений человека-студента, если я правильно поняла. Да, личные предпочтения повлиять могут. Тут мы каждый семестр студентам, перед студентами происходит презентация потенциальных проектов. Они слушают, общаются с руководителями и выбирают три наиболее понравившихся проекта. По этим проектам мы их распределяем. Там чаще всего на первый приоритет, иногда на второй и третий. То есть обычно есть возможность выразить желание темы и прочее. У нас есть несколько правил. В середине обязательно есть ротация проектов. То есть нельзя заниматься одним и тем же проектом все время обучения в Институте биоинформатики. Обязательно вы меняете проекты, лабораторию, чтобы посмотреть на разные проекты, на разных руководителей, на разные данные. И то есть если вы каким-то проектом уже занимались и хотите продолжать им заниматься в Институте, вам нужно сделать перерыв, позаниматься семестр чем-то другим и продолжить дальше, например. Но да, мы учитываем, конечно, пожелания. И то, например, у нас приходит много студенты, которые хотят попробовать себя в определенных областях, и на эту тему есть проекты, они про это говорят. Еще вопрос? А вот была рука, а потом вы. У меня, пожалуйста, такой вопрос. Вот студенты, там, в эти годы или полтора выполняют какую-то, в некотором роде научную работу. Мне интересно, будут ли эти данные каким-то образом публиковаться в ГИЗНАУ или это останется в рамках процесса обучения? Ну, в рамках процесса обучения мы публикуем тезисы проектов, которые были за год на английском языке, которые можно показать, чем ты занимался в Институте биоинформатики. Если говорить про более серьезные научные публикации, то да, часть исследований вырастает в более серьезные проекты, в статьи, и это все зависит в том числе и от студента, и от его цели. То есть кто-то хочет просто попробовать практически поиграться с разными данными, кто-то нацелен и также, ну, и к нам обращается за советом, и с руководителями обсуждает, и усиленно работает то, что это важно, чтобы была публикация, чтобы это продолжать. Но таких случаев много, когда это вырастает в дальнейшем. То есть за полгода, может быть, не сделать классную статью, но в дальнейшем сотрудничество продолжается, и это все вырастает. Это был вопрос про то, в журналах с каким средним инпакт-фактором. Мы, честно говоря, не ведем статистику по всем нашим выпускникам, поэтому затрудняюсь ответить. Но в международных журналах. Так, вот был вопрос. Есть ли у вас какие-то проекты в области нейробиологии, есть ли какие-то парни? Нейробиологии. В этом… Да, вот именно вопрос был, есть ли проекты в области нейробиологии. Именно в этом семестре, вот в прошедшем осеннем семестре не было проектов именно с нейробиологией. Но в целом у нас есть контакты с учеными, которые занимаются этой темой. И, например, если есть интерес, со всеми студентами мы общаемся, и, например, осенью у нас более простые проекты, как правило, не обязательно у всех разная подготовка, но в целом осенью как бы более простые проекты, и можно рассказывать и заявлять в каком-то своем желании, и мы поможем вам соединиться или с той лабораторией, в которой бы вы мечтали делать проект, например, если вы хотите, или найти проект по интересующей теме. Исторически сложилось, что у нас побольше геномики, чем протеомики. Это не связано с этим вопросом, но просто так стоит сказать. Но в целом и по протеомике проекты у нас тоже появляются. Так, проекты игры. Давайте. Только что по поступлению я видел, ну, было три курса, можно пройти. Да. Сейчас я еще увидел задачи с какого-то, по-моему, с того, не так как. Да, rosalind.info. Что-то новенькое. А вы заполняли анкету? Да. В ответ должно было прийти. Вы информатика? Ну, то есть, если поступаете на направление. Вопрос был про то, что не только онлайн-курсы, но и есть для поступления решение задач на rosalind для информатиков. Да. Если вы заполняли анкету, вам в ответ должно было прийти письмо с приглашением на курс и информацией, что нужно решить 15 задач на этом задачнике. Они достаточно простые и интересные, поэтому их нужно успеть сделать до 15 апреля. Да, там в последнем, если вы дошли до конца курса, там нужно вписать задачи, которые вы прошли, чтобы мы проверили. Так, еще вопрос. У меня вопрос не только с организатором, а только с студентом. Сколько средний примерно у вас не бывает времени, а в каком-то обучении? Ребята, вот вам микрофон. Много. Да, вообще-то достаточно много, но это зависит от ваших первоначальных навыков и от вашей вовлеченности. В принципе, конкретно у меня большую часть времени заняло, наверное, работа над проектом, потому что он был достаточно серьезным. Но именно появляться в институте информатики вам нужно по субботам, потому что проходят обязательные занятия. Но на выполнение домашних заданий уйдет очень много времени. Будьте готовы к этому. Но это очень интересно. Поэтому, в общем-то, когда есть свое желание это выполнять, то проблемы там никаких нет. Я не могу сказать точно, сколько это занимает, то есть сколько часов у меня заняло выполнение домашних заданий или подготовка к проекту, но много. Но вероятно, фултайм работать не получится. Да-да, с работой сложно. И хотя в институте биоинформатики, если говорить про студентов, у нас система без экзаменов. То есть мы ставим зачеты по итогам того, как вы работаете во время семестра, по промежуточным тестированиям. Иногда есть какой-то итоговый тест, но который не 100% вашей работы в семестре. И у нас нет экзаменов в типичную сессию студентов, если вы учитесь, у вас есть время летом и зимой сдать сессию. Но да, нагрузка довольно большая. Это было одной из причин, почему мы увеличили срок обучения на полгода. Хотелось дать больше времени заниматься проектом, но и на личную жизнь, возможно, но не точно. Я еще могу добавить, что я, например, проходил обучение в студенте информатики, у меня одновременно с этим был дипломный год, поэтому приходилось еще и диплом защищать. И в принципе это вполне реально. Много ребят, то есть я защищал диплом бакалавра, в том числе у меня было там где-то 5 однокурсников, которые защищали магистрскую диссертацию. И все выжили, все все сдали и успешно закончили как институт информатики, так и свои университеты. Важное замечание. То есть пример, с помощью лечения с фулл-тайм работы? Ну это очень сложно. То есть по нашему опыту это сложно. У нас есть буквально несколько человек, кто смог это сделать, но это прям реально сложно, и многие отваливались, потому что когда ты учишься фулл-тайм и параллельно учишься в институте, у тебя есть какая-то привычка к такой интенсивной учебе, и плюс не перекрываются сессии, когда работаешь, что тут уже сложнее. Но есть такие случаи, я не отговариваю поступление, но это нужно прям взвешивать, что это. А вот вы были вопрос раньше. Ну конкурс, да, я ждала этого вопроса. К нам не очень относится понятие конкурс, потому что мы готовы взять, ну сколько вмещает аудитория, конечно, у нас есть верхний предел, то есть мы готовы взять большинство хороших, отличных, лучших. Вот, это правильно будет. Но если в то же время у нас будет только 10 человек, которые, на наш взгляд, проходят отбор, мы не будем брать 20 человек просто, чтобы набрать группу. Поэтому немножко это не совсем честный получается подсчет. У нас есть какие-то цифры. Если говорить про конкурс второго этапа, то есть когда тех, кто прошел курс и проходит на собеседование, это где-то 3 человека на место. Если говорить про первый этап, поскольку набор немножко разный, ну там 5 человек на место, где-то у биологов конкурс повыше, потому что очень много биологов, которым необходима биоинформатика. Но в целом примерно такие цифры. А вот был вопрос. А какой средний процент отчисления после первого этапа? Процент, процент, сложно сказать? 10-15. 15-20? 10-15-20. Биоинформатика 20, биологов 10-15. Да. Был вопрос про средний процент отчисления. Это было 10-15-20. Пожалуйста, вот девушка была, а потом вы. Был вопрос приведения реальный процент отчисления. Примера реального проекта, но и про то, проекты ли это исключительно от института биоинформатики, которые есть у нас, или которые поступают из других организаций, из других лабораторий, и как все это происходит. Я отвечу на вторую часть сначала. У нас есть и так, и так. Есть проекты, которые есть в институте биоинформатики. Они в том числе есть и с коллабораторами, то есть которые не только на базе института, а из трех-четырех организаций. Например, Юра их курирует от института биоинформатики. Есть проекты, которые от разных лабораторий, мы с ними давно общаемся и постоянно ищем новые, рассылаем большую рассылку про то, что у нас есть студенты, мы ищем проекты, у нас есть требования к проектам, чтобы они обязательно были образовательные, чтобы не просто прислали, у нас тут есть данные, пускай кто-то что-то тут сделает нам, когда кнопка сделайте, хорошо, сделайте биоинформатику, что это образовательные. Мы убеждаемся в том, что руководитель понимает в этой области и готов учить студентов, и так они к нам поступают. И довольно большой пул проектов, которые меняются каждый семестр. Про пример реального проекта, ну, мне кажется, Юра, ты можешь рассказать про какой-то… Да, но, опять же, зависит от… Потому что действительно подавляющее большинство все-таки проектов приходит, ну, или подавляющее, но большинство проектов приходит от сторонних лабораторий. И у них задачи могут быть очень разные, и там некоторые постоянные партнеры, которые, например, занимаются вопросами метилирования ДНК, есть люди, которые подают проекты, ну, группа, которая подает проекты с года в год, связанные с разными аспектами этого. Это анализ метилирования ДНК у курильщиков в крови, ну, то есть есть какой-то набор данных, опять же, и руководитель чаще всего, который является экспертом, и может, соответственно, сказать, как эти данные обрабатывать. Либо из того, что делали ребята в прошлом семестре, это в том числе, например, были проекты, которые приходили из детских инфекций у нас, которые курировались в том числе ребятами, которые связаны с институтом, и были посвящены анализу бактериальных геномов. То есть, опять же, у них был набор штаммов, которые они секвенировали, в которых их интересовали гены антибиотики устойчивости и там разные другие аспекты, которые, собственно, ребята изучали. То, что делаем мы в нашей научной группе, мы, во-первых, опять же, взаимодействуем с коллабораторами. Это вот у нас сейчас были какие-то, находясь на набор проектов, связанные с секвенированием как раз тех дрожжей, о которых я говорил в своем докладе. Помимо этого, у нас постоянная коллаборация с группой университетей и НИОТа, посвященная всяким клиническим аспектам анализа данных в медицине. И свои собственные проекты, которые мы ведем в рамках научной группы. По большей части, мы сейчас даем один-два проекта в семестр, не больше, посвященные, собственно, разнообразным ассоциациям со сложными признаками и поиску общих компонентов. В этом деле. Спасибо, Юра. Можно будет подойти еще после серии вопросов и узнать поподробнее, если какие-то темы конкретные интересуют. Был вопрос? Спасибо. Это вопрос про соотношение одиночной и групповой работы. А где работы? В учебе? В проекты? Ну, это сложно так сказать. В курсах, наверное, больше 70 на 30, может быть, индивидуальная групповая работа. Есть курсы, на которых активно ведется работа информатиков и биологов. На практикуме у нас есть журнальный клуб, где все вместе обсуждают научные статьи, делают доклады. проекты совместные, но большой вклад и индивидуальная работа, потому что нужно делать индивидуальные домашние задания. И там биологи и информатики идут по своим траекториям. Все-таки информатики еще изучают биологию, а биологи сами каждый учится программировать. Так, еще вопросы? Видела пару рук. Так, тут у меня был запасной слайд, но у меня сел компьютер с запасным слайдом про трудоустройство выпускников. В основном выпускники занимаются наукой. И в России и за рубежом многие, ну там в частности, например, выпускники программ для информатиков, многие уезжают за рубеж, чтобы продолжать обучение в аспирантуре, в постдокторантуре и так далее. Выпускники биологов по-разному. Я думаю, многие продолжают работать в своих лабораториях. Так, сейчас. Маленькие. А кто знает пароль от Оля? По-русски. Да, пока мы посмотрим через несколько секунд запасной слайд. Так, биологи. Мы общались в России или за рубежом. То есть биологи часто остаются или в своих лабораториях, или переходят в похожие лаборатории в России, но выходят на новый уровень. То есть они уже могут заниматься анализом данных и становиться как раз теми биоинформатиками или растить вокруг себя потом будущих биоинформатиков. И в том числе и уезжают за рубеж заниматься разными вопросами. Так, вот у нас есть некоторые места работы выпускников. Слайд запасной, хотя это важная информация, согласна, это важный и правильный вопрос. Он не до конца оформлен, и поэтому он после вопросов. Тут примерно можно проследить, что, конечно, доминирует академия. Есть у нас выпускники в фармацевтических компаниях типа Биокада. Про средние зарплаты — это очень сложные, разные вопросы. Зависит от страны, города, функций чего, лабораторий. Россия, Санкт-Петербург? Юра, кто мне поможет? В России, Санкт-Петербурге. На самом деле это… Гранты, да, да. То есть тут нет определенных… Можно увидеть, например, если смотреть вакансии биоинформатики, можно увидеть разброс, начиная от каких-нибудь смешных денег. Тут еще нужно смотреть, что подразумевают под этой биоинформатикой. И заканчивая там за 100 и больше, если говорить про зарубежные, если есть, там это международная лаборатория с коллаборациями, российская лаборатория с международными коллаборациями, грант, на который уезжают и так далее. Тут сложно сказать. Многие работодатели видят биоинформатиков как тех, кто очень хорошо программирует. Причем это и те, кто биологи, и те, кто информатики. Поэтому мы постепенно в наши программы, в том числе и отвечая за опросы рынка, добавляли биологам все больше и больше программирования. И все больше программирования до поступления в Институт биоинформатики. Потому что ожидания высокие. То есть если биолог умеет разбирать себя в биологических данных и умеет это все программировать сам, вот за такими единорогами охотятся. Так, можно потом подойти поподробнее, и мы можем обсудить какие-то конкретные примеры, чтобы сориентироваться лучше. Так, еще вопросы. Все. Больше нет вопросов. Давайте тогда немного… Я предлагаю уже в кулуарах, то есть в частном порядке, чтобы все тоже немножко размялись. Мы вышли из тайминга. Можно подходить ко всем нам. Здесь будут кураторы, выпускники. У нас еще здесь есть кафе дальше по коридору. Здесь есть шоколадки, берите и наклейки. Мы будем и тут, и в кафе чай, кофе. И подходите, можно просто пообщаться. Спасибо.